Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! У нас приближается прием заявок на грин-карт лотерею DV2019 и мы сегодня с вами зададимся вопросом, а что такое вообще грин-карт лотерея? Понимаете, как вот вроде заявка принимают, а что за лотерея такая? Значит, 50 тысяч человек каждый год получает возможность переселиться в Соединенные Штаты как постоянные жители и вот грин-карта это как удостоверение постоянного жителя и разыгрывается это все в лотерею. Идея изначально состояла в том, чтобы дать возможность людям из тех стран, которые слабо представлены в Соединенные Штаты, иммигрантам, дать им возможность вот сюда приехать, как бы сбалансировать вот этот дисбаланс. Вообще, как бы самая первая идея была в том, чтобы вот из Африки народ подвезти, потому что что-то маловато у нас из Африки подъезжает. То есть так у нас есть, но лучше бы подъезжало. Конгресс, когда я все рассматривал, сказал, ну так что же нам дискриминировать мы не будем, сделали это так на весь мир, то есть не только недопредставленный континент, но также другие страны недопредставленные. И вот в 1990 году был такой закон принят, иммиграционный акт. И вот пишут, что в 95 году впервые разыгрывали. Я жил в это время в США, и у меня такое ощущение, что раньше, ну так чисто субъективно. Я помню, с ирландцем одним разговаривал. Ирландия была включена в список стран, которые могут участвовать, потому что не все могут участвовать. И он говорил, что в Ирландии в газетах пишут, что вот почтальоны отказываются носить там эти сумки свои, потому что каждый играет, а в то время играли так конвертами. Надо было заполнить формочку и отправить конвертом. Сейчас это все электронно делается на веб-сайте, естественно. Ну вот, в общем, такие были изменения в этом во всем. Таким образом, что мы знаем, с 95 года реально разыгрывается, администрируется весь процесс Госдепартаментом США. Соответственно, единственным официальным источником информации является специальный есть веб-сайт, один из веб-сайтов Госдепартамента. Теперь не все страны, как я уже сказал, допускаются. Смотрят так, что вот за последние пять лет сколько народу приезжали истории другой страны в США. Если выясняется, что приезжало там 50 тысяч и больше, то эта страна считается нормально представленной в иммиграционном процессе. Соответственно, она там не нужна. Ну, скажем, из Китая, да, вы не можете участвовать в лотерее. Точнее, вы можете жить в Китае, но если вы родились там где-то в другой стране, пожалуйста. Потому что идет учет не по стране, где ты живешь, и не по стране, чьего у тебя гражданство, а по стране, в которой ты родился. Есть еще тонкость одна. Вы можете родиться, допустим, я не знаю, в Киргизии, играть от Киргизии, но, допустим, ваша супруга родилась в Белоруссии, и она играет от Белоруссии по рождению. У вас есть выбор. Вы можете играть от Киргизии, где вы родились, а можете играть от Белоруссии. Это гражданство вашей жены. Это пожалуйста. Такой вариант есть. Значит, 50 тысяч человек, на каждую страну есть некоторый максимум, больше которого выбрать нельзя. То есть, когда доходит до выигравшего номера, номер вот там столько-то, в принципе, исторически там было 7%, то есть 3,5 тысячи человек, то дальше просто перестают рассматривать из этой страны. Что еще? 50 тысяч человек, это не 50 тысяч заявок, а это 50 тысяч человек, которые реально приедут. То есть, технически, могло бы быть так, что вот, допустим, там большие семьи у людей, скажем, муж, жена, там пятеро детей. И для того, чтобы набрать 50 тысяч человек, достаточно было там 15 тысяч выигравших заявок. Ну, такого нет, там коэффициент поменьше, там типа 1,6, 1,6, 1,7, такого плана, или там 1,5, это сейчас уже не так важно. Но существенно понимать, что 50 тысяч, это не заявок выигравших, а это приехавших людей. Еще момент. Один человек может участвовать в нескольких заявках. Например, вот есть муж, жена, там, и ребенок, не знаю, 17 лет. Поскольку ребенок до 21 года, он может играть с мамой, то есть в заявке мамы быть как член семьи, в заявке папы быть как член семьи, и он может играть сам. Ограничения по возрасту в лотерее нет. У нас вот есть на канале Танечка из Донецка, она выиграла в 16 лет. Существенно, что она к этому моменту уже закончила среднюю школу, когда надо было получать разрешение. И вот этого было достаточно. Ограничения по образованию есть, а вот по возрасту нет. Что еще? Часто спрашивают, а что мне дадут? Вот я выиграл грин-карту, а что мне за это дадут? Квартиру дадут бесплатную, может быть какое-то пособие дадут, может быть там учить меня бесплатно будут в университете и так далее. Нет, этого ничего нет. Это есть в другой такой форме эмиграции беженской, когда у человека статус беженца или политического бежища. Там есть какие-то, значит, коврижки, которые так вот дают. А обладатель грин-карты вот такой, ему коврижек не положено, хотя там есть некоторая такая серая полоса, то есть как бы ему не положено, но когда он уже в страну въехал, то выясняется, что поскольку он уже живет, но не должны же дети голодать, он может обращаться за социальными программами, которые тут есть. Дальше может быть конфликт, когда могут подумать, что он обманул специально, потому что он обещает, что он не будет сидеть на шее общества. Он когда въезжает в страну и впускает, он должен подтвердить, показать и обещать, что он не будет. Вот, собственно, и все. Единственное, что я хочу добавить, на самом деле даже две вещи я хочу добавить. Значит, первая вещь состоит в том, что всякая ошибка, которая сделана при заполнении заявки, кстати, она бесплатная, это все делается онлайн и делается бесплатно. Если кто-то говорит, что это стоит денег, это неправда, это все бесплатно. Значит, всякая ошибка в заполнении заявки, является ли это обманом или добросовестной ошибки, как правило, ведет к дисквалификации заявки. Поэтому заполнение этих заявок, а начнется это все в первых числах октября в этом году, 2019, начнется вот буквально через месяц, поэтому надо тоненько так, аккуратненько, тщательно, вот так вот, надо в этом деле разобраться, может быть, чьей-то помощью там, я не знаю, но во всяком случае, просто имейте в виду, что маленькая ошибочка и все, и на этом все вылетает. Поэтому, значит, иногда говорят, а дата когда, какая дата? Ну вот в начале октября, бывает 1-го, бывает 4-го в прошлом году было, ну вот где-то вот-вот-вот-вот. Не спешите, там есть целый месяц, вы никуда не опоздаете. И под конец хочу сказать, что если вы действительно интересуетесь, хотите поучаствовать и так далее, ну, как минимум, подпишитесь на наш канал. Вот, программ максимум, смотрите, следите за нашими выпусками. И, как бы, я хочу вам обещать, что ничего важного, что есть в этом процессе, мимо вас не пройдет, если вы будете смотреть наш канал. Счастливо!